Девушки отдыхают 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 Знаешь, мне кажется, Бог раз в несколько лет насылает на нас беды Вижу, землетрясение нанесло большой урон Обычно нам хватает времени все исправить, времени и материалов Но, к сожалению, сейчас их не хватает 30 декабря 1603 года Лопес только что вернулся из соседней деревни и с ним пришли люди Он говорит, что они его последователи, что они помогут нам в ходе строительства В его поведении было что-то странное Я решил, что это связано с долгим путешествием по джунглям Однако в ту ночь он рассказал о том, что его тревожит «Они пошли по моему следу», — прошептал он «Те, другие» И ушел Я не спал всю ночь, с беспокойством размышляя о том, не сходит ли он с ума «РаздарноеDS» «Раздарный завтра» «Они пришли в самой» Вот потрясающая идея. Клуб чудес. Знакомьтесь с людьми, которые разделяют ваше убеждение и страсть к приключениям. Вместе путешествуйте по миру и создавайте воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь. Это группа для одиноких христиан, цель которой посещение святых мест. Это официальный документ, недавно изданный Святым Престолом. Поскольку здание миссии было повреждено необычайно мощным и полностью неожиданным землетрясением, они просят каждую испаноязычную епархию отправить миссионеров на восстановление этой святыни. Ничего себе, какой у тебя лук! Ты охотница? В миссии нужны охотники. Еще до землетрясения у нас в округе развелись волки. Я боюсь детей на секунду одних оставить. Буквально на днях этот выскочил на дорогу и погнался за волком. Можешь в это поверить? Сказал, что просто хотел поиграть. Он считал, что волк будет приносить ему палочку по команде. Эти дети такие бодрые. Мне надо перевести дух. Не говори сестрам. Иногда я и сама не прочь себе настроение поднять. Но в миссии алкоголь запрещен, так что приходится обходиться редкими минутами покоя. В этом документе описывается создание миссии. В то время в данном регионе произошли четыре солнечных затмения. В 1521, 1538, 1539 и 1543. Испанцы-миссионеры сообщали, что во время каждого затмения на этом месте им являлся Иоанн Богослов. Поэтому в 1544 году здесь была построена миссия святого Иоанна. Иоанн Богослов Однажды кто-то сказал, что если хочешь узнать город, посети его кладбище. Не знаю почему. Кладбища везде одинаковые. Ну, может, некоторые более строгие, с ровными рядами. А некоторые похожи на это. Стихийные, естественные. Стихийные, естественные. Стихийные, естественные. Продолжение следует... 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 Мой отец привёз нас сюда, когда я был маленьким. На каникулы? В экспедицию. Он изучал монументы инков. Скорее, как хобби. У него не было образования. Похоже, он интересный человек. Да, был. О, прости. Ничего, ничего. Я решил вернуться сюда после его смерти. Подумал, что смогу закончить его работу. Понимаю, каково тебе. Но в итоге я просто остался здесь. Что-то в этом месте притягивает людей и не отпускает. Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 О, слава Богу! Вот ты где. Да. Кто ты? Гильермо послал меня на поиски. Он за тебя волнуется. Бедный Гильермо. Наверное, его грызет чувство вины. Думаю, мы оба были правы. Здесь был тайный склеп. И я, правда, как-то не так себе его представляла. А как ты поранилась? Когда начались толчки, я была на веревке. Меня ударила о стены, веревка порвалась, и я сильно ударилась об воду. Кажется, лодыжка сломана. Чтобы тебя вытащить, придется сходить за подмогой. Одному тут не справиться. Что смешного? А можешь взять Сару? Хочу видеть ее лицо, когда она поймет, что одна из тех удивительных сказок Ману оказалась правдой. Я поручу это Гильермо. Думаю, я не смогу выйти тем же путем, каким попала сюда. Поищу другой выход. Скоро вернусь. А я тогда буду здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА